здравствуйте друзья я немножко подежурю сегодня по америке в интерес тех тех кто интересуется гринкарт лотереей у нас сегодня съемка идет на 4k вот я пробую как получится и тем наша такая вы знаете что в конгрессе сша в сенате конкретно обвалились полностью всякие попытки договориться по поводу ли ну не легализации а как бы ну как бы легализации до вот этих даковцев молодых людей которых несовершеннолетний возраст родители привезли в соединенные штаты нелегально и трамп декретом своим защитил их от депортации я извиняюсь обама обама защитила депортации трамп отменил этот декрет обамовский с тем чтобы 5 марта вот значит начали фактически люди терять свой статус не то чтобы депортировали на всякую чем могли бы в любую секунду поскольку никто их не защищает от депортации когда сейчас есть такая манера там вроде как человек вроде ничего не сотворила все равно депортировать сейчас такое есть и вот произошло кое-чего две вещи о которых я хочу вам рассказать и вы можете сказать что в конце концов это дака ну она в том случае в котором мы сегодня обсуждаем имеет прямое отношение к лотереи green card и к семейной иммиграции ко всем остальным вопросом поэтому что цепляется все это значит пытались прицепить паровозиком к решению вопроса о легализации значит вот этих даковцев трамп пытался уже и грохнуть семейную иммиграцию уже грохнуть green card лотерею уже там все это там еще кое-чего и забор и так далее и надо сказать что демократы в общем-то готовы были на уступки вопрос там на какие вопрос чего то есть они они не отказывались поторговаться и надо сказать что особенно в совместных проектах которые не прошли потом в итоге но набирали максимальное количество голосов из всего что предлагалось совместные проекты республиканских и демократических сенатов сенаторов там там сдавали позиции лотереи но они так ее не сдавали полностью но они ее так сдавали они говорили ну давайте переполовиним а вот те которые останутся будем там как-то по-другому там как-то рассматривать научим как-то вот так сделаем то есть green card лотерея являлась предметом торга для демократов это был предмет торга то есть что дадут как как чего то есть они не то чтобы уж так прямо настаивали но хотели что то получить взамен тут произошло первое что вышел облом и как бы ни у кого нет ни сил ни желания тратить на это больше времени много других дел тем более вот сейчас со стрельбой во флористских школах вот они только вернулись вчера после недельных каникул тут значит надо что то делать с этими вот с оружейными делами это отдельная история но с эмиграции 5 марта в общем-то наступает уже вот ну сколько осталось то неделя до 5 марта тут история такая что два федеральных суда один тут у нас сам франциско девятый дистрикт и еще там четвертый дистрикт два федеральных судей сказали что не нравится им вот как конкретно трамп отменял эту даку поэтому они пока что наложили на нее значит ну не то что запрет приостановили приостановили для вы для вынесения судебного решения более высокой инстанции более высокой инстанции является операционный суд трамп ведь такое дело обратился напрямую в верховный суд потому что верховный суд стоит над операционным чтобы через инстанцию чтобы верховный суд взял это дело рассмотрел по-быстрому и как бы вот значит такое ускоренное рассмотрение произошло последний раз судя потому что пишут я в то время маленький был не помню вот тем более жил в ссср чуть ли не году в 64 последний раз вот такое имело место быть то есть так хороших 50 лет назад то есть это должно было бы быть что-то чрезвычайно ордин такое неординарное но вчера верховный суд сказал рассматривать не будем в ускоренном порядке и не высказался по сути вопроса а высказался по процедуре ведь потому что апелляционный суд еще не рассмотрел значит дело в том что апелляционный суд имеет некоторое расписание дел то есть ты не можешь туда встать просто потому что вот тебе хочется всем хочется но есть некто некоторая очередность соответственно и у верховного суда тоже там не то чтобы они сидели думаю что в конце концов там есть какой-то кейс или нет что так сидим такого нету у всех есть какие-то свои дела поэтому с дакой у нас такая ситуация давайте на улицу а то что такое все на светлый образ то мы же камеру заодно тестируем так сейчас мы ее так приподнимем окей вот что-нибудь так сделаем вот и значит с дакой пропала как бы знаете срочность ну в конце концов то есть никому туфли не жмут то есть если раньше они смотрели на 5 значит марта демократы смотрели и нервничали потому что они очень хотели решить вопрос с этими даковцами ты можно сказать родное республиканцы значит соответственно тоже так это ну давайте давайте что 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 даем бросили они даковцев то трамп неоднократно бросили теперь получается только мы их спасать будем этим все уже но короче было некоторое давление в силу срочности неотложности я бы сказал теперь вопрос неотложности ушел вообще неизвестно куда так как бы речь идет о многих месяцах 6 8 12 15 никто конкретно не говорит но понятно что это много это может быть настолько много что успеют выборы пройти вот в ноябре там вот что-нибудь такое поэтому администрация а что может теперь администрация администрация ждет судебного решения а что у них выбор есть они ждут судебного решения демократа тоже и и получается такая история что демократам в общем то как сказать туфли не жмут вы скажете ну хорошо нам которые все больше на гринкарт лотерею смотрят что теперь нам теперь с этого первый вывод который мы делаем нам теперь до лотереи поскольку лотерея шла как разменная монета в или как шла как допустим в паровозике вагончиком отдельным туда шла вот нет больше поезда эти не к чему при прицеплять вагончик лотереи не к чему прицеплять вагончик семейные миграции вот нет больше поезда понимаете то есть шансы лотереи на то что и вообще не тронут причем довольно значительное время не тронут они как я бы сказал что где-то к ста процентам приближаются так очень уверенно приближаются вот теперь да мало того тоже выборы же еще впереди на этих выборах вот пишут сейчас cnn опрос проводил точнее они заказали этот опрос там организации которые проводят настроение избирателей сейчас соотношение людей которые говорят что будут голосовать за кандидата демократа а против людей которые говорят что будут голосовать за кандидата республиканца а примерно такое же как было в 2006 году когда обама взял сразу ну и обама и там и президентская должность но взял сразу и верхнюю и нижнюю палату конгресса сша и палата представителей и сенат то есть вот вот с такими с такой же точно пропорции поэтому если это дело про значит так и произойдет в ноябре то уж там уж до следующих президентских выборов точно не случится ничего кто будет следующим президентом мы не знаем но как бы сомнительно чтобы трамп вы сейчас очередной опрос а по мы этот же даже опрос показывает на какие на каком месте у кого стоит чего выясняется что главные вопросы сегодня для избирателя это не экономика и не иммиграция то есть республиканцы вот они как-то кричали иммиграция иммиграция никогда не было серьезным каким-то вопросом по поводу которого люди голосуют сейчас другие 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 вопросы на повестке дня вот сейчас с оружием и что там у них со здравоохранения здравоохранение номер один вопрос который по которым люди голосуют и здесь у демократов более сильные позиции поэтому и по вопросам с оружием тоже в общем-то там много но надо что-то делать и они всегда демократы всегда говорят что надо что-то делать с оружием там ужесточать там и так далее вопрос насколько эффективно но 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 сейчас но что творится поэтому какая там лотерея нахрен какая там эмиграция кого волнует какая там стена на этой границе там ходят люди ходят дай бог здоровья ну то есть вот примерно так получается второй момент насчет лотереи вот какой я рассказывал раньше я еще раз повторюсь что мой обычный поиск новостей чтобы вот вам рассказать на канале состоит в том что я с вечера или с утречка если время есть я и вчера с вечера и сегодня с утречка чтобы лишний раз убедиться потому что вчера я был неожиданно поражен вечером и сегодня пошел посмотреть что происходит значит очень очень интересная история в течение 24 часов практически все ведущие и нет я про не ведущие даже не говорю либеральные издания буквально вашингтон пост нью-йорк таймс лос-анджелес таймс и много там нью-йорк магазин там еще кое-что вот в течение 24 часов все как один в один голос разбирают интересную тему то есть совершенно очевидно что это оркестровано то есть невозможно чтобы все сразу стали говорить об одном и том же значит обсуждается что президент трамп оболгал гринкарт лотерею исказив все мыслимые и немыслимые факты это правда и у нас даже было видео на канале если там вот поищите значит кому не лень или кому интересно что значит 9 назвал демонизация гринкарт лотереи трамп ее демонизировал причем ложью настолько без бессовестной бессостенчивой и чудовищной а гиббельс еще говорил да ложь для того чтобы в нее поверили должна быть чудовищной в ерундовую ложь ну кто поверит чудовищно и вот это была настоящая такая калиброванная геббельсовская ложь о том что значит через гринкарт лотерею страну проникают террористы о том что страны скидывают свой генетический шлак в соединенные штаты кстати буквально несколько дней назад он час говорил там трамп буквально вот 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 четыре дня назад три дня назад он говорил целый час и договорился до того что совершенно безобразные люди через гринкарт лотерею попадают в сша вот открытым текстом вот и страны сбрасывают шлаки оказывается не сша их выбирают из тех стран из которых хотят и там через посольство через справки через финансы там это дальнее это странно им шлаки скидывают и вот эта вся вот эта бредятина так вот раньше они так упоминали вскользь но они это упоминали больше вот как трампу верить нельзя он опять лжет он все время лжет и вот и тут снова лжет но это так было почему нельзя было вытаскивать сильно гринкарт лотерею потому что ее пытались сдать ну обменять на что-то но сторонники демократов да они согласно опроса по отношению гринкарт лотерею 62 процента людей голосующих демократов считают что гринкарт лотерею надо прикрыть за демократов за и там независимые и тех кто за республиканцев голосуют еще выше процентов но уже либералы 62 процента зачем это значительной степени то что люди настроены против лотереи состоит в том что они не знали о ее существовании вообще а лотереи кроме нас с вами вообще мало кто знал и даже вот вы кто нас кто меня сейчас слушает может быть год назад не знали что есть лотерея американцы вообще не подозревали и вот откуда они узнали о лотереи они узнали о лотереи о том что узбек лотерейщик там совершил теракт погибли люди после чего значит тут же трамп не стесняясь и я делал об этом сюжете я был единственный кто об этом сказал в тот момент значит он сказал что тот еще 23 там чуть ли не еще 20 террористов проникли как бы в страну такой был контекст они он был у них primary point of contact primary point of contact это когда ты заполняешь заявку на турвизу ты должен указать где тебя можно найти телефон допустим я там остановлюсь в отеле ляпкин и тяпкин там город нью-йорк он говорит ну дай телефон отеля вот это primary point of contact просто телефон где можно попытаться тебя найти так вот он был этот самый я не помню фамилию мужика вот террорист из узбекистана он был primary point of contact в 23 анкетах неизвестно выдалили выдали посольство сша в узбекистане хоть одному человеку эту визу вообще то есть про и приехал ли хоть кто-нибудь по этой визе но подавалось так что он привез в страну 23 человека это вот это вот chain migration там да то есть вот это жупил такой страшный которым все машут и так далее так вот шла демонизация этой лотереи а другой информации о ней практически не было и и даже люди которые как бы вот либеральные они говорят боже какой кошмар какая лотерея какой ужас и до сказать что демократы в этой ситуации они так немножечко отбрехивались но не хотели сильно защищать лотерею потому что собирались ее сдавать теперь когда стало понятно что сдавать ничего не нужно так они вдруг значит идет абсолютно оркестрованная компания я уже я уже вам перечислил да ведущие но уже более ведущего не бывает понимаете сейчас посмотрим как наша камера солнышко переносит новая на 4 кей все ведущие либеральные издания в один день как по команде начинают историю который даже называется похоже они говорят что проверка фактов грубо тогда факт чекен показывает что трамп ну врет как троцкий ой но так троцкого я так от себя я просто почему потому что там реклама справа шла там фильм про троцкого это как на какой-то я русскоязычный сайт еще зашел так там шла я по этом так вот да файл какой-то скачал и вот ну типа брет гад но и не краснеет выкачет ничего теперь а того они не собираются больше сдавать лотерею они теперь будут доказывать что вот и уже доказывают не то что будут они доказывают у них появилась новая мулька по дискредитации трампа республиканцев всех этих иммиграции иммиграционных ястребов и так далее и так далее значит либеральная ну как бы сказать крыло так назовем либеральное крыло пошло на защиту гринкарт лотереи пошло на ее выгораживание отбеливание они могли раньше этого делать но они этого не делали это говорит с моей еще раз я такой аналитик вы себе представляете значит тогда где-нибудь я не знаю беру биджане таких по три человека в квартире но все-таки хотя в биджане уже они все уехали в другое место в общем да таких вот аналитиков как я много на фунт сушеных но совершенно очевидно что это организовано и совершенно очевидно что они этим не занимались когда готов готовились сдать лотерею обменять ее на что-нибудь то что они перестали это делать с моей точки зрения говорит о том что они не собираются ее сдавать больше спешки нет пожара нет туфли не жмут спешить никуда не надо и теперь можно мочить трампа который лгал 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 и лгал тем самым затрудняя для него достижение компромисса в будущем хотя надо сказать что не в настоящем не будущем он компромиссами себя не дискредитировал он конечно сад масса народу там верили в то что он специалист но он он говорил что он там большой мастер этих делов то есть договориться там компромиссы тогда его компромисс примерно выглядит так вот тебе ставит висок к виску пистолет и говорит ну так что соглашаться более или на тот свет вот этот сказать его и его понимание компромисса но мы не должны удивляться он не один такой и чего мы других не знаем но то есть компромисс это полная капитуляция противник так сказать других он не знает вот так что при такой способности компромиссов как самого боссмана так и команды его в конгрессе можно не не так сильно переживать я помню знаете за последние полгода мы очень много обсуждаем вопросы с лотерей потому что первый раз когда сказали что там это было 2 августа по моему что трамп поддержал законопроект который отменяет лотерею семейную миграцию туда сюда и там многие блогеры кричали трамп отменяет там туда-сюда вот но я понимаю что трамп не отменяет это конгресс от меня вот этот закон надо принимать и так далее а в конгрессе в общем то непонятно чего это не такая организация которая сходу чуть пойдет там менять и я тогда сделал видео которое называл там петька петька и василий ванш там с пулеметом залегли так иначе картиночка была а а видео называлось там василий ваншу ну как из анекдоты там ведь как василий ванш белые опять пупырь запускают могут да сколько же тебе раз петька говорит не пупырь а дирижбандель и там и там допустим это что так и василий ванш белые сзади вперед петька только вперед и вот значит как то вот в этой линии я его назвал там василий ванш билл трамп опять гринкарт лотерею отменяет а только не боись петька конгресс наш вот я хочу сказать что действительно я возвращаюсь вот кто идея которая первая была первая реакция там потом меняться начали факты всякие информация новая подошла я уже подумал что уже кранты полны так вот но не но вот мы видим что конгресс таки наш то есть такая недееспособность власти во всех ее звеньях что властных структур как да как это принято законодательных значит исполнительных судебных и все это вместе там до кучи там и так далее что в таком бардаке друзья можно жить это мне даже напоминает какая-то была известная фраза там путешественник один ездил по царской россии там много лет назад и он написал такую фразу которую во время перестройки так ее много муссировали фраза звучал так жестокость российских законов вполне компенсируется необязательностью их исполнения вот я думаю что это можно как бы совершенно так суровость российских законов да вот это можно переписать вот сюда вот значит суровость намерений наших политиков компенсирует вполне компенсируется их неспособностью значит какие бы то решения проводить на законодательном или там каком-то другом уровне так что поздравим и всех и нас с вами тоже а я приехал на работу и на самом деле у меня трансляция сегодня у меня первый урок я буду его записывать вебинаром я буду его делать прямой трансляцией на канал портнов блог и сад и и двумя камерой будем писать частности вот этой которая сейчас у меня тут стоит поэтому в общем до встречи на уроке по тестированию программного обеспечения я вам обещаю что первый урок будет исключительно занимательным приходите смотрите счастливо